Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня хочу одновременно ответить на очень частый вопрос и в то же время раскрыть одну насущную проблему, касающуюся каждого из нас, начиная с меня. Это болезнь слабости имана. Очень часто задают вопрос, как укрепить свой иман. Посланник Аллаха в своем хадисе нам передал смысл, что внутри каждого из вас иман стареет, подобно тому, как стареет одежда на вас. Эта болезнь очень распространенная среди нас, и мы должны постоянно наблюдать за состоянием своего имана, веры во Всевышнего Аллаха. Конечно, причиной послабления нашей веры служит очень много вещей. Это окружение, это втянутость в мирскую суету, любовь, мирской роскоши и многое-многое другое может служить причиной послабления нашего имана. И, конечно, каждый из нас должен знать все об этой болезни, должен знать причины возникновения такой болезни, должен знать способы преодоления, исцеления от этой болезни. И о некоторых способах лечения этой болезни хочу сегодня рассказать для нас всех, иншаллах. В первую очередь, для того, чтобы укрепить, сохранить свой иман, необходимо прибегнуть к такому способу, средству, как пятикратная молитва. Вы скажете, все мы совершаем пятикратную молитву. Да, мы все совершаем пятикратную молитву, но далеко не каждый из нас его совершает настоящим, надлежащим образом, совершая его, не только физическую его сторону, исполняя его душой и телом, сердцем и сознанием. Вот именно такая молитва, она способна укрепить нашу веру во Всевышнего Аллаха и сохранить ее. То есть, периодически возвращаться к той пятикратной молитве, которую мы ежедневно по пять раз совершаем с целью улучшения его формы исполнения. Стараться делать его наилучшим образом. Стараться совершать его, понимая смысл всего того, что ты читаешь во время пятикратной молитвы. И стараться совершать эту молитву именно таким образом, как бы ты его совершал, если бы тебе позволили бы совершить последнюю в своей жизни молитву. Следующее лекарство избавления, исцеления от слабости имана, это размышления над аятами Священного Корана. Чтение, заучивание Священного Корана, размышления над его текстами, это средство, которое посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаллима очень часто применял для себя лично. О том, что сам Священный Коран является чудесным исцелением от такой болезни, говорит сам Коран, Всевышний Аллах говорит об этом Священном Коране. Я не спосылаю из Священного Корана то, что является исцелением и милосердием для уверовавших, говорит Всевышний Аллах в данном аяте. Также Всевышний Аллах в другом аяте говорит те примеры, те притчи я привожу для людей, для того, чтобы они разумели говорить об этом аяте Всевышний Аллах. А как же размышлять над аятами Священного Корана, когда мы не умеем его читать? Для тех, кто умеет читать аяты Священного Корана, намного проще. Он может взять какой-нибудь тафсир, какое-нибудь толкование и таким образом углубиться в познаниях, в коранических науках. Но однако, если ты не умеешь читать ничего из, что-либо из Священного Корана, как быть в таком случае? В таком случае можно обратиться в огромную... У нас, хвала Всевышнему Аллаху, современная исламская библиотека располагает большим набором, огромным количеством брошюр и книг, которые раскрывают чудеса Священного Корана, где приводятся научные предзнаменования Священного Корана, прочитав которых, ты непременно укрепишь свою веру во Всевышнего Аллаха, утвердишься в вере во Всевышнего Аллаха, бессомненно. Искать такую литературу, которая раскрывает чудесность, чудотворство аятов Священного Корана, ибо сам Коран — это чудо, чудо номер один, то есть му'джиза, которое бросает вызов всему научному сообществу современного мира, бросает вызов буквально всем и утверждает в себя свою актуальность, свою правдивость и доказывает с каждым днем всему человечеству, что это не что иное, как речь нашего Создателя Всевышнего Аллаха. И утверждаясь в такой вере, в вере в книгу, неспосланную Всевышним Аллахом, ты непременно укрепишь свой иман. Далее изучить имена Всевышнего Аллаха, размышлять над их смыслами, также является одним из лучших способов укрепления имана. Другое средство — поиск знаний на пути Всевышнего Аллаха, приобретение знаний о Всевышнем Аллахе, знаний о религии, является лучшим способом укрепления своей веры во Всевышнего Аллаха. Аллах в Священном Куране говорит, «Аузубиллах мин аш-шитанин р-раджим, иннама яхшаллаха мин аибадихи л-улама». Воистину Всевышнего страшаться, бояться Всевышнего, познавшие, говорит Аллах в Священном Куране. Обретение необходимых знаний в религии — это способ укрепить в первую очередь свой иман. Следующее — стараться принимать участие в кружках поминания Всевышнего Аллаха. В тех мероприятиях, то есть хилякат — хилякат — это когда люди собираются вокруг одного ученого, который раскрывает суть этой религии, рассказывает историю посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, то есть где ты можешь обрести хоть какое-нибудь знание и поиск этих знаний в коллективной форме оказывает особое действие в укреплении нашего имана. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, об участии в подобных маджлисах сказал следующее. «Ля якуду каумун я в курун Аллаха аззаваджалля». Какая бы община ни сядет для поминания Всевышнего Аллаха «Илля хаффатхуму аль-малайка», кроме как их окружат ангелы, «вагашиятхуму ррахма», их покроет милость от Всевышнего Аллаха, «ваназалят алейхиму с сакина», и к ним снизойдет умиротворение, «вадакарахуму Аллаху фиман индаху», и их упомянет Всевышний Аллах среди того сообщества, которое находится рядом с Всевышним. Так говорит посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. И те, кто ощущает слабость имана, и те, кто хотят сохранить свой иман, не упускайте шансов принимать участие в маджлисах поминания Всевышнего Аллаха, прославления пророка саллиллаху алейхи вассаляма, в тех маджлисах, в которых раскрываются, распространяются знания о Всевышнем Аллахе и о его религии. Следующее стремление приумножать благие деяния. Стараться искать как можно больше шансов для того, чтобы совершить благодеяние, добрый поступок, и при этом быть инициативным в этом деле. При этом стараться совершать разные поклонения Всевышнему Аллаху. Есть поклонения, которые совершаются телом, есть поклонения, которые совершаются твоим имуществом, есть поклонения, которые совершаются сердцем, мыслями. И стараться заполнять все свое время каким-нибудь поклонением Всевышнему Аллаху, периодически сменяя один вид поклонения на другой вид поклонения Всевышнему Аллаху. Одним из способов укрепления своей веры во Всевышнего Аллаха, избавления от слабости имана, помогает размышление о смерти. Чем чаще мы размышляем о своем конце, о своем уходе из этого дуня, тем больше это подстегивает нас и подбадривает к совершению благого деяния и укрепляет нашу веру во Всевышнему Аллаху. Поэтому посланник Аллаха сказал, Преумножайте, чаще вспоминайте разрушающую наслаждение, то есть смерть. Этому способствует укреплению нашего имана последствия воспоминания о смерти такие поступки, как активное участие в похоронах друг друга, участие в погребальной молитве за усопшими и всего-то участием во всем том, что связано с проводами наших братьев и сестер в их последний путь. И при этом воспользоваться этим случаем, как шансом укрепления своей веры, своего имана во Всевышнем Аллахе. Следующее — это размышления над знамениями природы, которую Всевышний Аллах сотворил. Всевышний Аллах в Священном Куране очень часто обращаясь к нам и говорит «Афаляян дуруна илал-ибили кайфа хуликат» Разве они не наблюдают, не смотрят на верблюдов, как они сотворены, не наблюдают за небесами, за горами, за ветрами. То есть Всевышний Аллах упомянул в Священном Куране, можно сказать, всю сотворенную, созданную им природу и призывает нас к размышлению над этими знамениями. Ибо то, к чему привык наш взор, то, к чему привыкло наше восприятие, если к этому приглядеться другим образом, новым взором, то непременно знамения, указывающие на существование нашего Творца, укрепляющие наш иман, этих знамений огромное количество. Они окружают, мы целиком и полностью кругом окружены этими знамениями, над которыми мы очень часто должны размышлять и тем самым укреплять свой иман. И это лишь несколько способов укрепления нашего имана. Разговор о способах и средствах, укрепляющих иман и избавляющих нас от болезни, слабости имана, может быть очень долгим, этот разговор может быть очень долгим, но однако в этом тоже есть достаточная польза. Да, упаси нас Всевышний Аллах от болезни, слабости имана и наполнит наши сердца крепкой верой в Него. Субтитры создавал DimaTorzok